Любое публичное выступление – это монолог в течение некоторого времени. И каждая из них состоит из каких-то слов. Какие слова желательно употреблять, а какие – нежелательно. Вот именно об этом наш сегодняшний эфир. И начнём мы с истории. Я рада всем, кто присоединяется. Пожалуйста, машите руками, жмите на палец вверх или посылайте мне сердечки. Мне это будет очень приятно. И, конечно же, это поддержит меня. Благодарю, благодарю. Привет. Какая же наша история? Хочется вспомнить одного молодого человека, который ко мне обратился. Естественно, для совершенствования своих публичных выступлений. Он показал мне свою, скажем так, презентацию компании на каком-то мероприятии, в видеоварианте. Я посмотрела и просто была удивлена и поражена. Такой интересный молодой человек с такой замечательной улыбкой. Он прекрасно владеет своим вопросом, а занимается он услугами в области сельского хозяйства. Но за все свое выступление, представьте, он ни разу не улыбнулся. Вот как будто бы публичное выступление доставляет ему какие-то вот прямо муки. Понимаете, настолько он серьезный, настолько он сосредоточенный. Очень зажато, я бы сказала. Ну и потом в личной беседе он, конечно же, признался, что любой нетворкинг или публичное выступление, вот презентация своей компании, все это доставляет ему как бы сильное неудобство. Он очень чувствует себя не в своей тарелке. И поэтому решил заняться совершенствованием этого дела. Ну и естественно, что я сказала ему, а давайте мы с вами для начала слегка подкорректируем то, что вы говорите, да, то есть текст вашей презентации. Давайте вы его наберете в электронном виде, предоставите мне, соответственно, один вариант, и оставите второй себе, и вместе, как-то коллегиально, мы будем кое-что там менять. Какие-то моменты вы наверняка не захотите изменить, ну а какие-то я вам предложу, как изменить. Чтобы это, в принципе, было похоже больше всего на какой-то диалог со слушателем, со зрителем. Ведь наш зритель, наш слушатель, он, естественно, хочет, чтобы мы как-то реагировали, да, на то, как он себя ведет. И, конечно же, мы хотим реакции от нашего зрителя или слушателя. Но если чистой воды произносить именно монолог, то это чревато многими негативными последствиями. Ну, к примеру, монолог часто может быть монотонным. Но и стоит нам применить некоторые, как говорится, риторические приемы, к примеру. Риторический вопрос. Почему он так популярен? Вот, я снова его задала. Почему он так популярен? Кто знает? Говорите честно, не скрывайте ничего. Пишите в комментариях. И мне будет приятно, что вы вот используете риторические вопросы. А почему вы их используете? Потому что прежде всего, как мы выяснили еще в прошлый раз, да, психологически у нас есть такое вот свойство. Мы просто, слыша вопрос, всегда задумываемся над ответом. И таким образом любой выступающий, любой спикер, соответственно, может удерживать внимание своих слушателей. Так вот, давайте вернемся к словам, которые использовал молодой человек. И что я там читаю? Сейчас я прочитаю, потому что это для меня очень редко используемые слова. Но он их, они у него прямо как из огоизобилия лились, когда он выступал. В следствии, а также потери составят инвентаризация земель. Как вам такое, да? Подготовка предписаний, дифференцированное внесение, рентабельность. Ну, рентабельность еще так, куда не шло, да? Сторонние поставщики, сокращение издержек. Бум! Сокращение издержек. О, богатый русский язык. И мощный, и могучий. Богатый синонимами. Как вы думаете, сокращение издержек попроще, вот если сказать, да? Кто в диалоге такие слова использует? Ну, мне кажется, никто никогда не говорит сокращение издержек. Как говорят люди обычно, когда вот про издержки, то есть про затраты, да, говорят? И мы хотим уменьшить затраты, не так ли? Сократить издержки. Вот, вот, вот. Что мы с ним сделали? Мы, соответственно, заменили одни слова другими. Кроме того, добавили такие, которые вызывают эмоции. И сейчас мы поговорим о них. Ну, и перефразировали некоторые предложения с использованием цифр таким образом, чтобы они как бы повышали эффективность, повышали стоимость, ценность, скажем так, предлагаемой услуги. Я вам даже чуть позже прям вот зачитаю фрагмент, как было и как стало, скажем так, чтобы вы могли сами оценить, в общем-то, эффект от первого варианта, который был, и от второго варианта, который стал, скажем так, в результате нашей работы. Вот, понятно, что все те слова, которые я перечислила, это так называемые, ну, может быть, они и не являются специальными терминами, но это так называемые канцеляризмы, которые часто можно встретить в книгах специализированных, журналах каких-то вот по специальности, да, но очень редко в разговорной речи. Поэтому просто-напросто их надо, как говорится, внимательно слушать ухо и избавляться от них. А если от какого-то термина невозможно избавиться? Вот часто, знаете, как на умнике говорят многие эксперты, специалисты, особенно психологи, говорят, нет, это же общепринятый термин, как мы можем от него избавиться? Ну, в любом случае, даже если это какой-то специальный термин, врачи часто говорят, нет, мы не можем от этого слова избавиться. Что нужно делать в таком случае? Ну, как говорят, для копирайтеров есть такое правило, и для спичерайтинга, собственно говоря, для устной речи тоже есть такое правило. Если невозможно избавиться от термина, скажите его, но тут же поясните несколькими словами, что вы имеете в виду. И почему надо так сделать? Опять же, это такой психологический момент восприятия. Никто из наших слушателей и зрителей не хочет чувствовать себя глупым. А вы хотели бы чувствовать себя глупым, когда разговариваете с каким-нибудь специалистом? Когда вы приходите к доктору, к примеру, и он говорит вам всё терминами, и так умно, и так красиво, а вы сидите и чувствуете себя кем? Ну, прямо так скажем. Если напишите в комментариях, не обижусь, как вы себя чувствуете, когда у собеседника или спикера обилие всяких терминов, малопонятных вам. Никто себя так вот униженно и оскорблённо чувствовать не хочет. Поэтому лучше пояснить, что вы имеете в виду. Кстати говоря, я могу сказать и про себя, что долгое время я использовала слово дикция. Чёткая дикция, нечёткая дикция. И только когда я работала с коучем, она мне сказала, слушай, ты знаешь, вот люди обычно не используют слово дикция. Это для тебя понятное слово. Вообще-то люди обычно говорят чёткая речь, нечёткая речь. Я проглатываю какие-то гласные или согласные, или буквы просто говорят люди. Вот, они говорят, я спотыкаюсь во время речи. Но они редко говорят, что у них плохая дикция. И это навело меня на размышления. После чего я, конечно же, стала попроще выбирать слова для того, чтобы объяснить какую-то ситуацию. Вот, в принципе, в интернете многие специалисты, специалисты по копирайтингу, по продающим видео, скажем так, видеомаркетологи, они делают акцент на том, чтобы говорить с людьми на понятном для них языке. Даже на TED я как-то встретила целую большую замечательную убеждающую речь, когда одна дама, я даже дам на неё ссылочку, да, говорила о том, что выбирайте слова, говорите с людьми на понятном для них языке. Поэтому. Вот это те слова, которые желательно использовать. Многие говорят, и это как бы общеизвестный факт, а можно ли использовать фразы с частицей «не»? «Не болейте» вместо «будьте здоровы». Ну, как вам сказать, двойное отрицание «никогда не болейте». В принципе, использовать можно. Когда вы людей предостерегаете от чего-то, делайте акцент на этом «не». И я вас предостерегаю от того, чтобы вы не использовали непонятные слова, чтобы вы не говорили невнятно, чтобы вы обязательно вняли, как говорится, каким-то рекомендациям специалистов, просто, как говорится, не пробрасывали их из одного уха в другое. Вот, опять же, что касается частицы «не». Ну, и какие же ещё слова, вызывающие эмоции, желательно использовать? Люди. Как думаете, какая часть речи в наибольшей степени способствует возникновению каких-то эмоций? Ну, 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 есть ли какие-то предположения? Может, существительные? М-м-м-м, маловероятно. Они доносят основной смысл. Может, глаголы? Насколько глаголы воздействуют на наши эмоции? Скорее, они в большей степени описывают процесс, не так ли? Тогда, может быть, прилагательные? Не может быть, а точно прилагательные. А теперь возьмите любой текст своей речи, ну, к примеру, презентацию компании, презентацию услуги и проверьте её на наличие прилагательных. Я уверена, что прилагательных там немного, а тем более эпитетов, то есть таких неких прилагательных, которые особенно, да, таких поэтизированных прилагательных, которые создают атмосферу, которые вызывают эмоции. Ну, вот, к примеру, в речи вот этого молодого человека, который оказывает услуги в области сельского хозяйства, да, мы, к примеру, использовали такие эпитеты, как Изумрудная трава, да, изумрудные всходы зелёные поднимаются к солнцу, да, это соответствует действительности, и это вызывает в нашей голове некую приятную картину, не так ли? Колосьи налились золотом, полновесные колосьи. И опять же, вот это про сельское хозяйство. Я думаю, что вы замечали в каких-то вот текстах, что вот копирайтеры используют вот какие-то такие рисующие картинку эпитеты, прилагательные. Поэтому проверьте свои тексты на наличие прилагательных, которые бы рисовали некую картинку в голове, да. Я, к примеру, ещё часто использую какие-то сравнения, метафоры, да, чтобы что-то сравнить с чем-то. Вот, кстати говоря, тот самый фрагмент текста, где мы что-то сравниваем с чем-то, и это связано с цифрами. Сейчас прямо зачитаю. Первый фрагмент. Слушайте, то, что было до. Ошибка при определении площади в большинстве хозяйств составляет от 1 до 10%. Для хозяйства площадью 5000 гектар 1% это лишние производственные затраты в размере 500 тысяч рублей при выращивании подсолнечника. Что-то где-то в голове клацнуло? Что-то с чем-то сравнилось? Нет? А теперь слушайте текст после. При определении площади в большинстве хозяйств ошибка достигает 10%. Для хозяйства в 5000 гектар это 500 гектар. Теперь представьте, что вы потеряли. Два или даже три поля из своего севооборота. В деньгах можете посчитать сами. Во-первых, появился восклицательный знак, как вы заметили. А во-вторых, мы сравнили. С чем можно сравнить эти 500 гектар? Два или даже три поля просто вы теряете в своем севообороте. Согласитесь, что второй вариант намного более, как говорится, картинка гораздо более явная, более ясная. Кто согласен с тем, что второй вариант лучше, ставьте плюсики, пальцы вверх или нажимайте лайк. И подумайте, а в вашей презентации где можно было бы подобные сравнения использовать? Знаете, как говорят, сравнивайте со спичечным коробком, даже если вы просто говорите. По отношению, например, это два спичечных коробка. Или, например, там, например, окружность, нет, расстояние до Солнца, это там сколько-то окружности Земли, да? И для нас сразу, упс, и создается некая картинка, насколько это далеко или близко. Если просто назвать цифру, то она как-то к нам, как говорится, вот, влетела-вылетела. Подумайте, в вашей презентации где вы могли бы использовать, во-первых, соответственно, прилагательные, а лучше еще эпитеты, второе, сравнение, соответственно, третье, прием, риторический вопрос и восклицание. Кроме того, к примеру, мы еще использовали такие элементы, которые могли бы носить как бы такой вот характер, мы их запланировали. Но чаще всего они возникают у нас сами собой, и не надо их стесняться сказать, фух, с первой частью, например, мы завершили. Теперь давайте, к примеру, да? А теперь давайте скажите, кому хочется повторить такой результат? Или поднимите руки, или поставьте плюсы. Кому нравится такой результат? Но люди, знаете, ленивы. Если вам не понравилось то, и вы не хотите такой результат, то, соответственно, я не жду вашей реакции. Но если хотите, то поставьте плюсик, поставьте сердечко, поставьте лайк. Вот, соответственно, мы вызываем на интерактив какую-то свою аудиторию, мы используем вопросительные и восклицательные предложения, мы используем истории в своей речи. И, соответственно, наша речь становится гораздо более интересной, и я бы сказала, живописной. Вот так вот как-то, да? Как будто бы мы не говорим, а рисуем некую картину, которую должен увидеть наш слушатель. Даже если у нас нету никакого, никакой презентации, вот, то всё-таки мы должны нарисовать картинку. Если мне удалось хоть какую-то картинку, как можно изменить свою речь и какие слова использовать желательно, то, соответственно, сообщите мне об этом удобным для вас способом. Я вам предложила, как говорится, на выбор. Если всё-таки у вас есть какое-то непонимание или вопросы, задайте их прямо сейчас. Ну, если будете смотреть, соответственно, в записи, то задавайте вопросы в комментариях, и вы обязательно на них получите ответ. Либо я их напишу прямо там же в комментариях, либо даже я проведу на эту тему следующий эфир. В прошлый раз были очень интересные вопросы, кстати говоря. Есть у нас вопросы? Да? Нет? Я ещё буквально в двух словах я не представилась, но надеюсь, что вы меня тут уже знаете хорошенько, да? С вами была Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству, преподаватель по технике речи и, соответственно, создатель и руководитель тренинг Центра онлайн «Риторика развития голоса» и видеовыступления. Если сейчас вопросов нету, то разрешите откланяться. Я строго, как говорится, по таймингу, да, строго в регламент укладываюсь. Мои эфиры обычно длятся от 20 до 30 минут. Проходят они, как правило, по средам в 19 часов по московскому времени. Присоединяйтесь. Виталий, вы сегодня припоздали. Я рада, что вы присоединились, но теперь уже будете смотреть этот эфир в записи. На сегодня всё. Я эфир завершаю. Всего доброго! Успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...